По поручению президента в регионах республики проводятся командно-штабные учения. Их цель привести в полную готовность все структуры, отвечающие за бесперебойную подачу электричества, газа, воды и тепла. Это серьезный этап в подготовке к осенне-зимнему сезону. О том, какая работа в этом плане проводится в Новоиской области, расскажет Мурат Садыков. Тысячи специалистов, большие колонны техники, более 40 министерств и ведомств. Вот такие серьезные ресурсы задействованы в командно-штабных учениях, которые проводятся согласно особому распоряжению главы государства. Цель важнейшего мероприятия – как следует подготовить профильные структуры к предстоящему осенне-зимнему сезону. То есть холода должны пройти без сбоев подачи электроэнергии, газа, тепла и воды. На ваших экранах первый объект учений – это проверка готовности сборного механизированного отряда. Здесь представлены ремонтно-строительные бригады, аварийные службы, скорая медпомощь. Словом, все ресурсы для предупреждения и ликвидации любых нежелательных явлений. Процесс координирует МЧС и Минэнерго. А это уже командный пункт, который организован в здании филиала региональных электросетей. Отсюда, посредством видеоконференц-связи, ведется управление внештатными ситуациями, которые сложились на объектах подачи электроэнергии, газа, тепла и воды в разных концах Новоиской области. Согласно легенде учений, таких объектов – 17. К примеру, в одной из махалей Карманинского района вышли из строя два трансформатора. В считанные минуты на место прибыли сотрудники профильной организации и осуществили замену агрегатов. Подача электроэнергии восстановлена. А вот еще одна условная внештатная ситуация, произошедшая на одной из теплоэлектростанций Новои. Из-за блэкаута на ТЭС прекратилось поступление газа. Для перезапуска энергоблоков мгновенно задействованы резервные горюче-смазочные материалы. С целью предотвращения пожара в дело вступили пожарно-спасательные отряды МЧС. В кратчайшие сроки режим работы ТЭС приведен в норму. А это уже один из крупнейших промышленных объектов области – Новои Азот. Здесь также были организованы учения с целью предотвращения нежелательных явлений. Отрабатывалось несколько сценариев – от ликвидации пожара до оказания первой медпомощи пострадавшим. В ходе учения был проверен весь цикл работы топливно-энергетического комплекса, вплоть до скважин, где добываются нефтепродукты. Цель очень проста – уже сейчас сделать так, чтобы предстоящие холода прошли без эксцессов. За масштабными учениями пристально следили и местные общественные деятели. Я бы хотела обратить внимание непосредственно на огромнейшую заботу президента нашей страны, уважаемого Шавката Миромановича. Проводится очень большая работа по подготовке к осенне-зимнему периоду. Все абсолютно организации, все махали, всех жителей, все дома и так далее. Уже сегодня поставлена задача привести в полную готовность все структуры и электроснабжения, и газоснабжения. Аналогичные учения в ближайшее время будут проведены и в других областях Узбекистана.